Всем привет! Меня зовут Арига Чю, и вы на канале Арига Чю Варуда. И сегодня мы с вами будем говорить про новую коллекцию китайского бренда Plot, которая выполнена вместе с японской иллюстраторкой Mikko Illustration. И это всё просто невероятно красиво. Но перед тем, как мы начнём тестировать косметику, я, конечно же, напоминаю, что у меня ещё есть телеграм-канал, где я вкладываю все новинки, какие-то подборки. Мы обсуждаем азиатскую косметику, японскую косметику, китайскую, корейскую. И также новости, которые произошли в азиатском мире. Не забывайте подписываться, там интересненько. Если про бренд косметики Floss мы уже знаем хотя бы из моего прошлого видео, про коллекцию Насту Мит Тю и другие продукты, то давайте сейчас я вам расскажу про то, кто же такая Mikko. Mikko — это популярная иллюстраторка из Японии. Она создаёт ностальгичные, гламурные и немножко прям совсем легко сексуальные рисунки с изображением девушек. У этих девушек уложены волосы, они делают макияж или душатся духами. Тема иллюстрации Mikko — это посредневная жизнь девушек. В своей работе она интегрирует все популярные тренды. Именно поэтому её иллюстрации пользуются по популярностью, потому что модные японские не только девушки, просто видят в них себя и свою посредневную жизнь. Оригинальные персонажи Mikko — это разнообразные девушки и также четыре зверька. Это мусс — белый котёночек. Латте — это какой коричневый зверёныш. Не совсем понятно, какой он именно, но вроде бы медвежонок. Ками — это белый кролик. Исуфли — это щенок с одним белым и одним коричневым ушком. Такой простой, немножко меланхоличный и актуальный стиль, как у Mikko, конечно же, привлекает к себе внимание и нравится очень многим. Поэтому в коллекции с Mikko выпускаются аксессуары для телефонов, стикеры, канцелярия, косметика. Не только флот, но и другие бренды выпускали коллаборации. И даже одежда. И вещи для дома, типа ковров, панно каких-то и так далее. Ну а теперь, я думаю, мы уже можем рассмотреть саму коллекцию. В коллекции были представлены палетки теней, подводки для глаз, тушь для глаз, мусс для губ, продукт для губ и накладные ресницы вместе с клеем. Мы продаются они, кстати, по отдельности. И также в подарок мне еще положили пробник, средство для снятия туши с глаз, потому что, да, китайскую тушь просто так не снимешь. Но обо всем по порядку. И я думала, что начнем мы, конечно же, с самого масштабного. Это с палетки теней, а закончим ресницами. Наверное, я в тысячу раз за сегодняшнее видео скажу, но эта упаковка, это просто какое-то произведение искусства. Для того, чтобы не оставить эти все коробочки, я все вырезала, все симпатично, сделала панно. Я показывала, кстати, в телеграме его, потому что очень красиво. Там даже изнутри принт, и это очень красиво. Но давайте все-таки начнем с палетки теней. У нее зеркальная поверхность. Конечно же, будут сразу же отпечатки ваших пальцев. Но при этом она очень красивая, легкая. Пластик мне кажется каким-то дешевым. И очень интересно, кстати, защитная пленка на стекле. Выглядит прям здорово, лучше обычного. У меня палетка такая припыленная. В основном очень нюдовая. Только вот розовый и фиолетовый, можно сказать, выделяются. Но по оттенкам не все так просто. В принципе, это такие обычные азиатские тени. Не в лучшем их проявлении. Даже где же корейсмем, я бы сказала, чем к китайским. Эти розовые оттенки, они вообще почти незаметны на глазу. Особенно этот ярко-розовый, который, по идее, должно было быть видно хорошо. Нет, вы его не увидите. Эти я использую просто как подложку нюдовую. Ну и с этим он справляется. Коричневые оттенки тоже бы хотелось чуть потемнее. Потому что они тоже полупрозрачные. Также, кроме трех оттенков розового, розового и лавандового, все остальные тени с шиммером, чтобы, видимо, легче тушевались и так далее. И одни прям совсем блестящие, а-ля металлик. Больше всего из оттенков мне понравился вот этот фиолетовый. На удивление, хоть они и такие пыльные, меловые, то есть каким-то белым цветом в подтоне, этот фиолетовый выглядит хорошо. Он достаточно пигментирован, чтобы отличаться от цвета кожи. И мне он очень понравился. Не уверена, идет ли мне такой холодный оттенок. Но использую я его с удовольствием сейчас. Черный, в нем добавлены фиолетовые и синие, зеленые блестки, что странно. Но на глазах вы этого не увидите. Это будет просто обычный плохой черный, который, мне кажется, есть у всех фирм, который не сделает вам смоки. Просто такой сероватый. Ну, для какого-то там небольшого затемнения подойдет. Но пятен, скорее всего, вы поставите. Особенно, если очень мало опыта в Тошоуке, как у меня. Серебряный металлик. К нему претензий, можно сказать, никаких. Очень мелкий. Когда вы его пытаетесь на палец нанести, кисточкой не получится, то никаких частиц вы не ощущаете. Это очень здорово, это очень приятно. Очень мелкие блестки. Поэтому спокойно можно использовать на глазах. И вот эти коричневые, они вроде бы, ну, нормально, но хотелось бы потемнее, потому что особо им ничего не затемнить. Просто вот чуть-чуть максимально какую-то естественную тень придать. И на этом все. Ну, а вот этот самый большой розовый для меня разочарование. Я вообще не вижу его на своей коже. Только в сводчах, а на глазах никак. Но из-за вот этого фиолетового я, в принципе, готова простить этой палетке все. Он мне очень понравился. И, не знаю, какую-то детскую радость испытываю, когда им крашусь. И он действительно такой же на глазах, как в упаковке. В общем, я думаю, что большей части, кто посмотрит это видео, эта палетка не нужна. Только если вам нравится эта упаковка и этот иллюстратор. Дальше я предлагаю перейти к подводке. На удивление, у подводки была самая большая коробка. Я вообще не поняла сначала, почему у подводки. Но для того, чтобы с брелком все было в порядке, у него самая большая и самая надежная коробка. Берелок акриловый. От него тоже нужно отклеить пленочку, как от акриловых стендов и так далее. Очень красивый. Если честно, я думаю, что когда подводка закончится, я его сниму и просто буду использовать на, не знаю, телефоне, на сумку и так далее. Очень милый брелок. Сама подводка меня удивила. Я выбрала коричневый цвет. Выбирала я, кстати, не только, потому что мне нужна была коричневая подводка, но и по иллюстрации, чтобы она мне нравилась. Если честно, там очень красивые все арты и дизайны, но цвета все в основном неоновые и яркие. То есть розовый, желтый, зеленый, голубой, синий. Я такими подводками не пользуюсь, но для тех, кому это интересно, это, кстати, очень интересная находка. Я думаю, что стоит взять какой-то необычный цвет и попробовать с ним. Эта коричневая подводка меня тоже удивила, потому что она оказалась совершенно ненасыщенной. То есть ее цвет, он почти такой же, как у подводки, которая предназначена для нижнего века для рисования мешочков. Ну, чуть-чуть поярче. То есть нарисовать ей обычную стрелку, это будет прям очень нюдово, очень дейли. Может быть, даже чуть менее заметно, чем если бы вы делали стрелку коричневым карандашом или коричневыми тенями. Но зато это хорошая подводка, четко все красиво рисует. Если вы любите нюдовые макияжи, то это вам пригодится. Я же для себя придумывала рисовать нижнее веко. Обычно рисую тенями линию нижнего века. Но теперь с этой подводкой это стало быстрее и удобнее. Еще и более четче, что мне тоже очень нравится. Но я думаю, что какую-нибудь черную подводочку я еще тоже возьму и опробую потом в дальнейшем. Мне они понравились. Хорошие подводки у Уфлот. Я вообще их рекомендую. Дальше у меня идут две туши для глаз. Я взяла одну черную и одну коричневую. Вообще-то я не хотела брать две туши. Я просто забыла, что уже купила черную и заказала коричневую. А потом мне пришли две, и я очень сильно удивилась. Это китайские туши в лучшем их проявлении. То есть они не объемные, они удлиняющие. Они неплохо фиксируют завиток. И они такие суховатые. То есть сначала вы можете испугаться, что тушь засохла. Но нет, это такая текстура у китайских тушей хорошего качества. У Flower Nose, например, в коллекции Girls Chocolate Shop примерно такая же структура туши. Только там еще были ворсинки. Здесь их нет. Здесь тонкая силиконовая кисточка. Очень удобная. Я рекомендую такие кисточки. Они очень удобные. И на конце кисточки есть специально небольшое такое уплотнение для нижних ресниц, чтобы было их легче прокрашивать кончиком кисточки. Поэтому, да, рекомендую. Коричневая тушь, в отличие от подводки, более темная. Издали от черной будет сложно отличить. Но вблизи разница есть. Чуть посветлее глаз и чуть потемнее из-за ресниц. Так, хорошие туши. Я, возможно, еще буду брать, если другие пока коллекции бренда не выпустят новые туши, я буду брать из этого коллаба. Мне прям понравилось. Конечно, мне нравятся чуть более объемные, но вот на повседневку вообще идеально. И мне именно нравится, как оно удлиняет и держит завиток. Очень здорово. Я, когда делала макияж, я сначала воспользовалась керлером, и потом уже наносила тушь. И это идеальная комбинация. Очень хорошо смотрится. Действительно, получаются такие кей-поп айдл глаза, где у них все четко разделено. Такие длинные тонкие ресницы. Вот примерно такой эффект у вас и будет от этих тушей. Переходим к муссу для губ. У меня оттенок 02. У меня здесь, как вы видите, белая кошечка. И эта часть снимается. Она на резинке. Все вообще-то резиновое. Ой. Ну, снимается, но прилипает, кстати, хорошо. Держится отлично, не снимается. Так, в принципе, вы можете носить его и без верхней части. Это стать как фигурку на столе или где-то еще. Но я пока пользуюсь вместе с ней. Так как она резиновая, если будете брать ее с собой, она, скорее всего, испачкается и почернеет. Но пока ношу. Сам мусс мне напомнил муссы от Etude House несколько лет назад. То есть, мне кажется, что, например, у Flower Nose как-то поактуальнее текстура. Когда наносишь, он такой прям скользкий, с небольшими комочками и неплотный. То есть, я много-много раз наношу, чтобы цвет стал ровным и насыщенным. Вообще, я думаю, что в идеале стоило брать два мусса. Потемнее и посветлее. Потому что одни цветы мне как-то не особо понравились. Именно как-то скучненько. А для видео я старалась лишних продуктов не использовать. Хотя бы для губ. Так бы я бы еще какой-нибудь тин сверху добавила, чтобы был какой-то градиент. Но зато губы не сушат. Легко съедается. Особенно от жирной еды. Это бесспорно. В принципе, все муссы так делают. И, наверное, все-таки жидкие продукты для губ от Fjord мне понравились больше. Что в стике, что просто жидкий блеск. Как-то меня впечатлили побольше. Но тоже неплохо. Далеко не худший представитель муссовой текстуры. Ну, а теперь мы подходим к самому интересному. Это вот эта книжечка с накладными ресницами. И это моя любимая часть этого заказа. Серьезно. Клей для ресниц не буду заоставить долго внимания. Потому что хороший. Быстро высыхает. Держит отлично. Упаковка удобная. Консистенция супер. Нужно прям совсем мало. Случайно много не нанесете, кстати. Что тоже хорошо. И, знаете, такой пока еще не липкий. Но, возможно, только пока. Потом еще проверим со временем. А теперь давайте, наконец-то, откроем эту книжечку. Как видите, я пока воспользовалась не всеми видами пучочков этих ресниц. А только два вида задействовала. Такой тип пучков для меня слишком маленький, чтобы использовать их как верхние ресницы. Я их использую как длинные нижние. А вот эти мне очень понравилось использовать как верхние. Они такие крупные, широкие. Я два пучка на каждый глаз. Один побольше и поменьше сделала. Очень красиво. Мне очень нравится, как это выглядит. Просто чудесно. И мне очень жалко их тратить. Даже, если честно, не совсем хотелось для видео, для обзора их тратить. Думала, ну, какое-нибудь мероприятие я хотя бы сделаю. Но все-таки нужно было попробовать. Очень классно. Я в полном восторге. Они не подойдут для Гяару, потому что они слишком спокойные. Но для каких-то утонченных образов, для эстетики Раруму и так далее. Френч Бёрли. Для Дирай, наверное, тоже не подойдут. Хотя, если это сделать как нижние, то, наверное, даже подойдут. Я в полном восторге от этих ресниц. Вместе с клеем. Просто идеальная комбинация. И я, если честно, думаю о том, что куплю еще. Когда закончатся, будут заканчиваться. Я хочу купить еще этих ресниц. Или, не знаю, напишу их вишнис на Новый год, День рождения, чтобы мне их подарили. Потому что это нечто. Это очень здорово. И я попробую отмыть вот эти пучочки и обратно их сюда приложить. Потому что мне очень понравилось. Обычные пучки я смываю прям в раковине с гидрофильным маслом и укидываю. А эти я хочу очистить и использовать повторно, потому что они мне очень понравились. Действительно что-то невероятное. Ну и сама книжечка, конечно, 100 из 10. А также мне непонятно, почему в коллекции с Nico Illustrations, где у всех девушек этой иллюстраторки просто густой румянец на все лицо, как я попыталась изобразить, выпустили румяну. Мне кажется, это очень большое упущение. И вот это бы как раз какой-нибудь пуховкой вышло бы просто шикарно. И можно было даже и цену побольше взять. Но как решил бренд. После покупки второй коллекции от Flot я пришла к некоторым выводам. Первый. Тени для глаз от Flot это все-таки больше баловство, а не какая-то выгодная покупка. Покупайте их только если вам нравятся дизайны и цвета. Но вы готовы к такому полупрозрачному эффекту. И к тому, что вам понадобятся еще какие-то продукты, чтобы сделать полный макияж. Потому что сияшка в уголок где? Уже вторая палетка. Где сияшка в уголок глаза? Зато стоит обратить внимание на подводки для глаз, туши для ресниц и карандаши для глаз. Их в этом видео не было, но в прошлом есть. И я их высоко оценила на самом деле. Это прям топ за свои деньги. Продукты для губ все-таки я предпочла бы более жидкие. Хотя этот мус тоже неплох. И в принципе он же чуть-чуть подешевле, чем Flower Nose. Так что можно разнообразить свою косметичку и таким продуктом. Ну и ресницы. Это что-то с чем-то. Рекомендую попробовать, если вы искали хороший качественный вариант. Пишите в комментариях, как вам. Понравилась ли коллекция? Захотелось ли вам что-нибудь купить? И вообще, как вам мой сегодняшний образ и макияж? Большое спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться на канал и на мой телеграм-канал. А также поставить лайк этому видео. Большое еще раз вам спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok